привет народ чем на сегодня 30 30 июля вот уже второй месяц лето подходит концу у нас духа то просто сумасшедшие очень тяжело на улице вообще тяжело находиться даже ночью прошел дождь сейчас пасмурно обещает опять ливни по области любит ли мне все небо затянуто и очень душно ветерок еле-еле дует нифига не помогает комарью еще единственное хорошо дома сделали сквозняк в комнате вообще я говорю спим под одеялами дому офигенно держит прохладу а вот на улице просто ходишь и вся весь мокрый накосил сегодня травы овечкам своим кашу вот так наверх и выкладываем осушится потихоньку скармливаю пойдемте по своему хозяйству немного поснимаю с животину тоже мучается ну сегодня здесь 72 или 73 яйца обычно под 80 даже больше тяжело всем тяжело жарко все все как-то вот не так себя чувствует надо надо немного чтобы похолодало завтра опять по прогнозу 35 для себе это жестко просто вот просто я иду и льется под попугайчики сидят тоже свежим воздухом дышат крылья у кого открытый он что этот французов французов с большим удовольствием забрали за полцены ну и таких сейчас сейчас французов нет глаза не мозолит как-то это он кормит папаша в этом году зеленых спрашивают зеленых нету были в начале сейчас там есть в гнездах а вот не знаю раньше их вообще никогда никто не брал ну и старались не брать а сейчас прям всем зеленые нужны советчиков конечно много как у кого на вопрос просто свечки не понимает что такой как и потом иногда такой бред советует нормально ничего и с этим справимся с трава будем здесь держать их до до морозов я потом закрою вот пленкой посмотрим когда закончить размножение ну наверное я думаю в конце сентября в середине октября уже начну закрывать домики посмотрим по погоде красавицы живут живут целыми днями барашка конечно сейчас мы разбирает мясо горит и больше не не корми так баранов это один жир просто жир вот показывает кусок мяса такой там я не знаю 5 сантиметров жир этот и вот столичка этого мяса конечно да я их откормил очень сильно кучкаров особенно они зимой ели в основном одно зерно и немного сена по два раза все теперь так конечно кормить не буду мы взял я их от и хоть хочется же чтобы худенькие были дохленькие хочется чтобы росли хорошо все это вот как вот эти две овечки черные он так как раз сидит и сейчас тоже такие заморыши были сейчас конечно у них вес набрали они очень хорошо сегодня хоть солнца нету как-то этот более поспокойней они даже хочу постричь но боюсь стричь из-за вот этих комаров комары начнут добираться до до их них до их не видеть венда их не кожи так вот через шерсть они не добираются до них между ног вот они трясут там где вы меня комар туда может подлететь ну его отгоняют а когда все тело из их заказа из заедят просто поэтому сейчас бы постригнуть боюсь что их сожрут комары будем купать вам ведь как тяжело дышит душно очень душно некоторые говорят зачем купать вот когда вы выходите на лохматый оброши зиму да ну как мы в детстве летом отец постригет на лосо и газ сразу чувствую что голова начинает дышать также овец они когда лысые когда купаешь их все тело дышит они лучше растут у них намного все лучше становится чем уходят грязные есть возможность надо купать но нет возможности ладно когда большой стадо конечно там не накупаешься а вот когда 3-4 можно хоть каждый день завтра жарко будем купать сейчас пойдем плов готовить на улице с курточка так переселил молодочек в этот раз никто не угадал сколько петухов даже я не угадал я говорил что-то штуки 2 или 4 кто-то говорил 6 7 8 а их 12 штук вышло 12 петухов что-то как-то загадочно в этот раз получилось вроде бы без гребешков такие маленькие а сейчас оба по вылазили вот это все петухи по 12 13 петухов здесь ходит ну ладно будет мясо будем кушать кушать тоже вкусно эти петушки тоже очень вкусное мясо курочки там уже с теми этими со взрослыми курями там две квочки на сетке купаю холодной воде убираю на несколько дней в клетках сидят отходят а так бесполезно с ними что-то делать постоянно садятся на яйца так что петухов этот раз много 17 17 вышло курочек если так 11 цыпленок у меня умер ну да и вот они сколько 12-13 петухов здесь ходит клиенты есть на мясо на такое всегда их с большим удовольствием заберут ну и сами поедим мы обязательно поедим такое мясо вкусно кабачки сейчас на улице мы готовим на будет на курдике их пожарить они очень вкусные жареные сейчас литерок небольшой но все равно тяжело духа то птица я еще хорошо она еще и несется так эти курочки мы вообще боюсь что перестану там это заказов то на яйца очень много я думаю благодаря кормлю я и знаете сейчас вообще кормлю стараясь этот сейчас уже все съеден даже за углом из вам виднеется сейчас дробленка сейчас каши даже не варю вот это все что портится просто быстро а мало варить это замучаешься часто он пшеница зерносмесь к отруби дробленка комбикорму немного и все на этом сидят трава ну и конечно это за черная линка вот молодочка рыбая надо быть все скоро сжигать вот это все освободим порядке наведем здесь трава траву также даю два раза в день нет рублю он молотка все здесь прячется здесь привыкают в кустах смородины сейчас привыкнет курям потом уже скоро занесутся сорить смородины сколько какая смородина хорошая знаете какая крупная цепки будете смородины все побежала будет любят любят они ягоды пойдемте сейчас черную линку посылку надо собирать сегодня воскресенье завтра понедельник ночной опять отправки смородины долго сейчас есть небольшая очередь на яйцо в течение недели всем желающим отправляем черную линку сейчас кормлю практически одним навозом процентов 80 барашков на бараньего навоза они очень хорошие замачиваю стоит где-то наверное мог с утра до вечера вечером с отрубями немного разбавляют добавляю отрубей чтобы жидкий сильно не был все вот к вечеру все съедено все подчистую подъедают ну и растут на нем посолить какие зарядки они огромные на нем получились и просто гигантская муха будет ну здесь уже плохо едят здесь уже половина половина уже в предкукал превращается поэтому это надо убрать все вот этих кормить уже я больше не буду я их просею и уберу на племя на муху ну считает почти даром даром вот этот супер протеин белок жиры бил белки углеводы даешь их курям и куры несутся как сумасшедшие даже в таких тяжелых условиях вот сейчас вот эта жара духота тяжело всем тяжело и животному людям они вот здесь мал молодой он здесь еще видите даже не высох жидкий еще нет такого тепла но еще и не проели его завтра завтрашнем вечер все здесь будет чисто будет заугумус и опарыш ладно все пошел и собирать посылку сейчас попозже увидимся собираю посылку мух тоже влажность держится как 580 процентов хотя все сухо сейчас их надо поить сейчас я даже не знаю боюсь их поить температура чем у нас 30 градусов ну ну напоить все равно отправляю в том на той неделе собрался отправлять посылку яиц вообще мало когда температурой слаженности все в порядке с освещением и нет яиц значит дело в приманке некоторые там а приманку от него труби ставят там это кто кто не делает нормальную приманку уверяют тот не получает столько и сколько бы они получали при хорошей приманки когда такой запашок помет там мясо яйца овощи фрукты и это все начинает давать запах вот тогда реально муха начинает нестись она одних отрубях или там на одном помете я думаю не знаю она на сто процентов не выкладывается ладно сейчас упакую вот так выглядит посылка с яйцом с кормом да это в том году несколько раз были неудачные отправки одну том году только все начиналось спасибо тем кто терпел по два по три раза отправлял в этом году посылка уходит сто процентов доходит живой вот сколько бы не получали сейчас я вам покажу этот очень много вот очень много народу вся россия это все посылки это все вот эти мои посылки в этом году доходило все сто процентов как упаковываю конечно и рассказ не буду это секретно кто получает все видят сами просто так сейчас посылка не дойдет тоже надо все учитывать и влажность и кором и так далее единственная сейчас посылка стоит две с половиной тысячи рублей по россии единственная калининград и якутия ну посылка будет стоить 3000 потому что доставка туда в эти регионы рублей 800 просто остальное вот эти контейнера вот эти материалы специальные эти коробки наполнители это все остальное все стоит денег тоже поэтому упаковку на упаковку и на отправку у меня не знаю очень доставки в такие регионы ну по россии в ближайшие регионы в рота 350 400 рублей стоит доставка доставка почты россии первым классом доходит за 6 7 дней поэтому все пойдем сейчас упаковываю взвешу и пойдем дальше дела делать показывал хлеб не доели вот сюда перекину посолить голодные ребята напали смотрите как они кушают сейчас огурцы тоже нового за полчаса здесь ничего не остается напали на хлеб солить как цветет китайская роза сейчас к вечеру она уже скрутилась он блин так красиво утром встаешь они однодневки уже эти все на завтра зацветут эти бутоны все иногда красное такое на улице красота цветет под окном все в бутонах да вот так мы пельмин очка готовит плов сейчас возьмем на улицу это курдючок вот что я говорил про мясо да вот смотрите некоторые куски вот вот слой жира и под середине много мяса поэтому но каждый баран блин каждому барану отдельный подход нужен не каждый этот например жирный кабан другого если то кормить такого может не будет дали или они все-таки как ты кормишь они все тогда будем поменьше кормить ну и вот сейчас будем жарить кабачки значит и делаешь но а вот на вашей копченую рыбка это рябушка северная рыба очень вкусная жирненькая скумбрия курдючок и вот как кабачки немного сейчас делаем масло за на баранье курдюки будет слог и на не оливковый а как он называется желтый который сок делать желтый цвет облепиха облепиха не оливки облепиха на облепиховых дровах они такие знаете плотные горит очень хорошо и шашлык вот делали позавчера очень вкусно получается тоже у нас еще растет вот такой перец ураган просто немного откусил и улетел краснеет тот горький перец три куста понедорки понедорки сейчас для плова на салат собрали растут на навозе на заугумусе чудесный урожай будет бешеный сейчас огурцов миллион едим скоро пойдут помидор тоже сорвалища на салат не осталось красных сейчас перед вырубать горки для плова так ну вот курдючок с него вытопили жир масло сейчас едим очень вкусно тут чайха не кушал кто знает как этот курдюк очень вкусно слили дарит сейчас вот он барашек мяско мясо это масло вышло вот много что-то почему черную ну тел его можно будет еще добавлять в еду это чисто это курдючный жир будет видимо отказано до сильно большой ну ладно добавлять его в следующую готовку вместо масла и будет тоже очень вкусно все вот зирвак залили воду мясо поджарилась морковка поджарилась сейчас закипит будем кидать рис огонь большой чтобы закипела побыстрее когда готовишь на улице это совсем другое чем готовишь дома вкус другой сейчас летом готовим вот чисто на улице всегда зимой думаю тоже будем готовить на улице когда сделаю навес то и вообще круглый год готовит ладно сейчас давайте зирвак закипит сейчас зирвак закипит дальше покажу зирва готов закинули рис смотрите какое небо там чисто здесь на красный эти завтра будет жарко все тучи там кончаются завтра припечет вот готов с барашка рассыпчатый такой какая вкуснятина передавался бы запах сколько здесь килограмм до кило риса кило мясо курдюка перчик острый убрать что в детям я его съем всем приятного аппетита спасибо за просмотр всем пока скоро увидимся